Здравствуй! Я рада приветствовать тебя на уроке русского языка. Добро пожаловать в онлайн МЕКТЕП. Сегодня у нас необычный урок. Сегодняшняя тема – развитие речи, сочинения, путешествия в будущее. Сегодня ты вспомнишь, что такое эссе и как правильно его писать, а также научишься писать эссе на заданную тему. Начать наш урок я хочу пословицей. В книге ищут не буквы, а мысли. Задумайся, пожалуйста, над ее смыслом. Давай вспомним, что такое эссе. Эссе – это такое сочинение рассуждения, небольшое по объему, со свободным построением, то есть композицией, в котором выражено личное мнение, чувства, мысли, впечатление по какому-либо вопросу. Как ты помнишь, у эссе нет какой-то четкой структуры. Жанру эссе свойственно рассуждение с элементами анализа. В тексте выражается только личное отношение к данной теме – мысли, чувства, какие-либо переживания автора. Эссе – небольшое по содержанию, и цель эссе – побудить читателя к размышлениям. Как же эссе объясняется в словаре? Давай прочитаем. Эссе – это французское слово. Эссе – попытка, проба, очерк. Это жанр сочинения небольшого объема и свободной композиции, в котором выражено личное мнение, чувства, мысли, впечатления по какому-либо вопросу. И эссе – это также художественно-публицистический жанр, который широко применяют в современном мире в печати и литературе. Представляешь, как это важно? Чтобы написать эссе правильно и интересно, давай вспомним критерии эссе. Во-первых, это небольшой объем и конкретная тема. Следующий момент – личностный подход к раскрытию. А также свободная композиция. Ты описываешь свои впечатления, воспоминания, какие-либо ассоциации. Дальше – свободное использование лексического состава языка. И обязательно должна присутствовать атмосфера доверия, беседы. Представь, когда ты пишешь эссе, как будто ты разговариваешь со своим другом, читателем твоего эссе. Когда ты будешь писать эссе, помни о некоторых правилах. Писать о том, что думаешь или ощущаешь, и пиши так, как хочется. Но имей в виду, писать свободно – это не значит, как попало. Мы говорили о том, что у эссе нет четкой структуры. Но все-таки некоторая структура есть. Давай ее рассмотрим. Конечно же, будет вначале вступление. Затем ты перечислишь некоторые тезисы. И в конце сделаешь выводы. Какие-либо заключения. Что же такое тезис и аргумент? Давай познакомимся подробнее. Тезис от греческого переводится «положение», «утверждение». Это основополагающее утверждение, требующее доказательств. А что же такое аргумент? Аргумент – это суждение, приводимое в подтверждение истинности другого суждения. Хочу порекомендовать несколько советов. Придерживайся темы и основной идеи. Не отклоняйся от нее и не описывай ненужные детали. Закончив писать эссе, перечитай его. Убедись в сохранении логики изложения своего повествования. И хочу вот на что обратить твое внимание. При написании эссе прекрасно развивается логика. Способность аргументировать свое мнение и грамотно преподносить информацию. Здорово! А сейчас я хотела бы задать тебе несколько вопросов. Итак, вопрос первый. Подумай, ответь на него. С какой целью люди путешествуют? Я уверена, ты знаешь, для чего люди путешествуют. И давай предположим, для чего они это делают? Конечно же, посетить какие-то новые современные города, а возможно, руины древних городов. Познакомиться с новыми людьми. Узнать о традициях и обычаях других стран. И, конечно же, набраться новых впечатлений. Ты согласен? Замечательно. Замечательно. И мой второй вопрос. Ты знаком с удивительными приключениями Алисы Селезневой, гостей из будущего? Я думаю, что ты уже прочитал книгу о ней. Фантастическая повесть, которая называется «Сто лет тому вперед» Киром Булучевым была издана в 1978 году. Давай вспомним небольшое ее содержание. О чем же в ней говорится? В одной из воскресений в апреле 1976 года ученик Коля находит непонятный механизм и наугад жмет разные кнопки. А устройство оказывается ничем иным, как машиной времени. Она переносит мальчика в далекий, представь себе, 2082 год. Здесь-то и начинаются самые удивительные события и необыкновенные приключения Коли и девочки Алисы. Представь себе или вспомни, если ты уже читал эту повесть. Пираты хотят похитить у Алисы миелофон. Это необыкновенный прибор, позволяющий читать мысли. Злодеи хотят использовать его в своих корыстных целях и преследуют Алису. Удастся ли Коле и Алисе спасти уникальный прибор? Какие еще невероятные приключения или события ждут их? И чем закончится эта увлекательная история о будущем? Ты все это узнаешь, прочитав книгу. А пока тебе предстоит уникальная возможность представить, что ты путешествуешь на машине времени. Именно об этом тебе предстоит написать эссе. И для начала такое задание. К слову «путешествие» подбери однокоренные слова. Ну что ж, проверим, что у тебя получилось. Я уверена, что ты подобрал много однокоренных слов. И какие это могли быть слова, прочитаем вместе. И еще, я уверена, ты подобрал другие однокоренные слова. Не забудь, когда ты будешь писать эссе, правильно прописывать слова. Используй для этого словарь. А сейчас мы с тобой познакомимся с новыми словарными словами. Послушай. Прочитаем эти слова по слогам и запомним, как они пишутся. Прочитай эти слова еще раз и запомни. Правописание этих слов невозможно проверить. Нужно только запомнить. В написании твоего эссе я предлагаю использовать тебе такие опорные слова. Прочитаем их вместе. Человечество, счастье, путь, цель. Прочитай слова еще раз. Возможно, ты захочешь их использовать. А еще я предлагаю тебе использовать один из предложенных трех вариантов начала твоего эссе. Как ты можешь начать? Давай посмотрим. Я уверена, что у тебя уже появились мысли и идеи. Как ты напишешь свое эссе. Но это еще не все. Представляешь? Сегодня мне пришло письмо. Я даже не знаю от кого. Давай прочитаем его вместе. Написано четверокласснику. Послушай. Дорогой четвероклассник, поздравляю тебя с окончанием начальной школы. Впереди тебя ждет чудесная дорога новых знаний. Живи интересно и здорово. Исполняй свои мечты. Поддерживай друзей. Люби своих близких и добивайся больших побед на своем пути. Гостья из будущего. 25 мая 2020 год. Вот это да. Ну что ж, я думаю, ты еще больше вдохновился попутешествовать на машине времени. А наш урок на этом закончен. Я желаю тебе успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok